Уже прошло почти 46 лет с того момента, как космический зонд Voyager 1 вышел в открытый космос. Сейчас этот аппарат стал одним из самых известных в NASA, он путешествует в таких уголках космоса, к которым не добирался любой другой аппарат. Нам теперь даже сложно вообразить, что изначально миссия Voyager 1 должна была длиться всего 5 лет. Однако в последнее время от аппарата стали поступать довольно странные данные, которые знатно озадачивают астрономов. Сегодня мы рассмотрим некоторые из посылаемых сигналов. Что они из себя представляют и почему вызывают недоумение. Сначала немного истории. Программа Voyager берет свое начало с августа 1977 года. Именно тогда NASA запустило космический аппарат Voyager 2, основной целью которого был подлет к Юпитеру и Сатурну, после чего его путь лежал уже к Урану и Нептуну. Менее чем через месяц запустили уже и Voyager 1, который был почти идентичный Voyager 2. Важно было запустить оба аппарата в правильное время. 1977 год выпал на тот уникальный период, когда все планеты, которые предстояло достичь в ходе миссии, расположились на одной линии. Это помогло бы в разы увеличить эффективность проведения дальнейших исследований. Такое окно возможностей позволяло бы космическим аппаратам намного быстрее перемещаться от одной планеты к другой. При этом NASA приняло решение запускать Voyager не одновременно, а с разницей в 16 дней. Чтобы маршрут у них отличался. Именно по этой причине уже в декабре 1977 года Voyager 1 обогнал Voyager 2, хотя последний был запущен раньше. С того момента Voyager 1 стал одним из самых ценных исследовательских аппаратов NASA. Его достижения не ограничиваются только тем, что он обогнал своего брата. Например, спустя год Voyager 1 сделал более 4000 снимков Юпитера и отправил их на нашу планету. Тогда Voyager 1 потратил около 100 часов. Полученного количества материалов было достаточно, чтобы зафиксировать перемещение газов. Спустя месяц аппарат открыл кольца Сатурна и два ранее неизвестных спутника планеты. Далее путь Voyager лежал к Сатурну. Траекторию перемещения аппарата пришлось немного изменить, поскольку существовал риск, что Voyager может столкнуться с самым крупным спутником Сатурна – Титаном. Результатом путешествия аппарата к планете стало открытие еще четырех спутников Сатурна. Также Voyager 1 доставил на Землю огромное количество снимков как самой планеты, так и ее системы – колец. Тогда в NASA решили, что Voyager 2 должен продолжать свою миссию к дальним планетам – Урану и Нептуну. А вот Voyager 1 тем временем должен был совершить кое-что по-настоящему удивительное – отправиться во внешнюю часть нашей Солнечной системы. Особая межзвездная миссия Voyager 1 началась в 1990 году, когда тот отдалился от Солнца аж на 6 миллиардов километров. Традиционно аппарат сделал для нас множество снимков. Особый интерес для нас представляет первое семейное фото Солнечной системы. К тому моменту количество изображений, которое сделал для нас Voyager 1, уже превышало 67 тысяч. Однако в 1998 году NASA вынуждены были отключить камеру аппарата, чтобы сэкономить энергию. И на этом жизнь Voyager 1 не закончилась. Он даже успел установить рекорд, став самым отдаленным от Земли искусственным объектом. До этого пальму первенства долгое время держал Pioneer 10. Voyager не останавливался, путешествуя по межзвездному пространству, увеличивая отрыв. Несмотря на то, что его камеры были отключены, у него оставалась возможность связываться с Землей. Таким образом, ученые все это время знали, что происходит с аппаратом. В 2012 году Voyager 1 вышел за пределы Солнечной системы и оказался в межзвездном пространстве. Интересно, что публично NASA об этом заявило только в 2013 году. Это был плодотворный год для Voyager. Например, аппарат присылал нам звуки межзвездной плазмы. Сейчас Voyager 1 перемещается со скоростью 61 500 км в час. Даже находясь на расстоянии более 23 миллиардов километров от Земли, Voyager 1 продолжал присылать сигналы, которые могли много рассказать о природе нашей Вселенной. Однако сейчас аппарат будто бы потерял часть своих возможностей, начав присылать на нашу планету крайне странные сигналы. Большинство из них даже расшифровать нельзя. Возможно, это из-за ошибки самого аппарата. А возможно, по причине того, что ученые просто не умеют расшифровывать подобного рода сигналы, а какой-то дополнительной информации касательно них Voyager не дает. Была версия, что аппарат сбился с пути, поэтому от него исходят сигналы, которые на самом деле означают просьбу о помощи. Однако эта теория не подтвердилась. Действительно, Voyager 1 запрограммирован так, что может отправить сигнал о помощи, если потеряется где-то в глубинах космоса. Впоследствии выяснилось, что подобный тип сигнала Voyager 1 еще никогда не отправлял. Значит, дело тут в другом. Известно точно, что у аппарата есть какие-то неисправности с антенны, однако при всем этом это не мешает Voyager регулярно выходить на связь и принимать указания с Земли. Не забывайте, что мы с вами говорим о технологиях 70-х годов, и несмотря на то, что с того момента прошел не один десяток лет, Voyager до сих пор способен выполнять свою работу удовлетворительно, хоть и не без погрешностей. Интересно еще и то, что NASA установила на борту Voyager специальную золотую пластину, упакованную в алюминиевый футляр. И на ней находятся записи аудио и видеосигналов. Однако для чего Voyager уносить их в себе? Все довольно просто. Эти записи помогут узнать о нашей планете, если они попадут к внеземной цивилизации. Так инопланетяне смогут насладиться видео повседневной жизни землян, послушать известные поп-хиты более 35 уникальных земных звуков, приветствие от бывших президентов США, при этом переведенные на 55 земных языков. Так у внеземных представителей точно будет больше шансов расшифровать эти записи. А не значит ли это, что причина странных сигналов от Voyager кроется в том, что он уже попал в руки внеземной цивилизации? На данный момент NASA опровергает эту информацию. В сам аппарат встроены несколько функций, которые активируются в случае опасности, и ни одна из этих функций никогда запущена не была. К тому же антенна Voyager до сих пор повернута в сторону нашей планеты. Так что версию с внеземным вмешательством мы отбрасываем. Однако странную природу сигналов это нам никак не помогает разгадать. Ранее Voyager подобных сигналов не присылал, хотя находился примерно в таких же условиях. Почему же он это делает сейчас? Возможно, причина банальна. Voyager 1 находится очень далеко от Солнца. К тому же добавьте тот факт, что работает аппарат уже более 45 лет. Он изучает Вселенную половину людской жизни. Делать это вечно он, к сожалению, не сможет. Можно ли устранить неисправности аппарата? У NASA на данный момент нет ни технической, ни финансовой возможности создать космический аппарат, который полетел бы в межзвездное пространство чинить Voyager. Стоит учитывать еще и то, что связь между аппаратом и Землей сейчас работает на порядок медленнее, чем раньше. В среднем одно сообщение идет два дня, а значит, есть риск, что отправленный аппарат может просто столкнуться с Voyager. NASA просто не смогут вовремя найти выход из этой ситуации. Несмотря на все трудности, ученые все еще намерены исправить все неполадки, которые возникли в Voyager дистанционно. Это очень ценный аппарат для космической науки, даже несмотря на то, что присылает сигналы он с некоторым опозданием. Однако, как бы ни старались ученые, настанет момент, когда Voyager 1 погибнет. То ли от столкновения с каким-то объектом, то ли от неисправности основных систем. А пока этого не произошло, кто знает. Возможно, старина Voyager еще порадует нас захватывающими дух открытиями. А как вы думаете, сколько еще аппарат сможет работать? И на что он способен сейчас? Тяжелые времена рождают сильных людей. И это мудрое утверждение, единственное, что обнадеживает в сложной ситуации, в которой оказались мы с вами. То, что происходит сейчас на планете, недостаточно переждать. С этим придется свыкнуться и научиться жить в новой, изменившейся реальности. Канал Хаббл, как и многие другие ютуб-блогеры, на данный момент находится в незавидном положении легендарной лягушки, попавшей в кувшин с молоком. Мы изо всех сил пытаемся подольше продержаться на поверхности и спасти любимый проект. Если вы неравнодушны к тематике нашего канала, просим посильно помочь Хабблу сохранить многолетний прогресс. Сразу скажу, что даже каждая копейка изменит положение, поэтому кому не безразлична судьба данного канала, кто действительно хочет, чтобы мы продолжали делать только качественные видео, огромнейшая просьба не оставаться в стороне. В описании под этим видео будут все нужные реквизиты. Даже минимальный взнос может кардинально изменить то, над чем мы работаем. Я понимаю, что многие задают вопрос, зачем мне помогать. Ведь на канале больше миллиона подписчиков, пусть это делает кто-то другой. В итоге есть определенный круг лиц, который сразу отпадает, рассчитывать на них крайне нерационально. Однако остаются только те, кто действительно хочет помочь, но этих людей крайне мало. Поэтому, если бы каждый смог перевести от 10 до 100 рублей прямо со своего телефона, то вероятность удержания канала на плаву возрастает в сотни раз. Для того, чтобы перевести прямо со своего телефона, перейдите на сайт по ссылке в описании Donation Alert. Укажите свое имя, сумму доната, к примеру, 25 рублей, и напишите любое сообщение. После этого нажимаем «Отправить донат». Выбираем мобильный телефон, вводим свой имейл и мобильный номер. Нажимаем «Перейти к оплате». На ваш телефон придет СМС. Вводим код в ответном СМС. Этим вы принимаете и подтверждаете платеж на сумму 25 рублей. Сумма с комиссией составит 29 рублей. Конечно, можно и больше, каждый учитывает сам для себя разумный предел доната. Огромное вам спасибо, друзья, за то, что смотрите, лайкаете, делаете репосты. Я очень рад, что вселенная расположила именно так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.